Не буду скрывать, я до настоящего момента сам себе пытаюсь объяснить, что же для меня является словом патриотизм, насколько оно весомо, насколько системой и страной оно воспитано во мне, достойно ли я называть себя патриотом, нужно ли это делать. Я думаю, это как раз те самые вопросы, на которые должен ответить не только каждый участник нашего автопробега, но и те люди, которые будут внимательно, я надеюсь, следить за нашим передвижением. Пожелайте нам прямой дороги удачи и мы отправляемся в путь. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, по порядку. Итак, клятва патриота, после которой все споры уже должны уйти в прошлое. Вступая в ряды автопатриотов, перед лицом своих товарищей торжественно обещаем совершить автопробег Красноярск-Крым. Ура, товарищи! Ура! По машинам! Дав клятву автопатриота, выстроившись в колонну, мы двинулись в путь. Шесть экипажей, такие разные, но с общей целью и общей идеей. Нам необходимо добраться до Крыма. И не просто доехать, но выполнить особую миссию. Мы едем почтить память сибиряков, воевавших и погибших в борьбе за нашу общую победу. А еще мы едем, чтобы посмотреть нашу страну изнутри, пообщаться с людьми, живущими в ней. Ну и, конечно, мы едем в Крым. Где есть море и солнце, фрукты и пляжи, где живут люди, чьи отцы и деды, так же, как и наши, воевали за эту землю. Мы едем доказать себе, что Крым наш. Мы очень хотим убедиться в этом лично и рассказать об этом вам. Дорога до Новосибирска заняла 11 часов. Немного, но и немало. 800 километров пути с остановкой на обед пролетели, как одно мы доедем. Подробное знакомство с экипажами происходило уже в дороге. Наша флагманская машина вела за собой экипаж из ТВ – Андрей и Елена. Опытный и уверенный в своих силах Андрей не раз проезжал этот маршрут. Его знания впоследствии помогали нам выбрать оптимальную дорогу. А неиссякаемый оптимизм его попутчицы поднимал настроение всем участникам экспедиции. Четвертый год подряд ездим в Краснодарский край. Прошлый год в Крым ездили. Виталий Шалаев. Водитель экипажа «Шалапай», как они сами себя называли. Не только с уверенностью управляет ландкрузером, но и большой фанат всего, на чем можно вообще передвигаться по земле зимой и летом. Снегоходы и квадроциклы – его страсть, которые ему удалось заразить всю его семью. Без преувеличения, семья Шалаевых – это семья путешественников. Виталий, Алексей и Татьяна готовы на любую авантюру, лишь бы не сидеть дома. В очередной раз проехать по стране, ознакомиться с историей городов наших, побывать в Крыму, посмотреть, как живет там народ. В сравнении, допустим, с нашим регионом даже. Экипаж, занявший четвертое место в колонии, присоединился к нам в самый последний момент. Наталья лишь изредка в моменты крайней усталости передавала руль на Дербеку, который вызвался помочь ей в пути. Влад и Полина – самые маленькие участники пробега, наши ребятишки. Сразу свели себе гнездо в автомобиль и, казалось, легче других переносили длинный путь. Но за этой легкостью стояла настоящая сила и огромное желание. Желание увидеть море. Первый раз в своей жизни. Команда поддерживает. Команда молодцы. Кстати, многому чему научилась, как в колонии ездить. На такие дальние расстояния никогда не ездила. Самое большое расстояние было у меня 600 километров. Иннокентий охотник и опытный водитель. Антон – технарь до мозга костей. Человек, знающий ответ на любой вопрос, связанный с механизмами. Это наш пятый экипаж. Это, прежде всего, тест-драйв, возможно, даже и для себя. И, да, охота увидеть все-таки Россию. Те же, там, природные ландшафты, я не знаю, пообщаться с разными людьми. Замыкает колонну Денис, душа компании, друг и товарищ с первого дня для каждого из участников пробега. И Ольга – модельер по профессии и авантюрист по натуре. Вечером мы уже делились первыми впечатлениями от дороги на берегах Аби. Раз, два, три. Поехали! Второй день нашего путешествия ознаменован тем, что мы покидаем гостеприимный Новосибирск и отправляемся в Омск. 680 километров впереди у нас пути. Сибирская природа скоро останется позади. Нас ждет смена ландшафта. И, я надеюсь, смена настроения, но только в лучшую сторону. Поехали! Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега – оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» – честно дешевле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...